Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Катрин, а это предложение игрушки под названием Фрэн Боу, 11 серия. Мы попали в какую-то веселую больницу. Заперто, ну здесь нет замышленных Скважины. Ты кто? Дама с корсетом. О, тело этого существа сделано из лиц детей. В ванной мальчик что-то об этом говорил. Кажется, это похититель. Кнопка какая-то. А это что? 07. Возьму номер, надеюсь, он будет хороший. Что у нас на прошлой серии это было? А, мы ходили из комнаты в комнату, это был огромный кот. Я тебя знаю. Ты забрала кое-что у меня, не так ли? Маленькая воровка. Где моя спица, а? Ты заколола ей всех моих маленьких друзей? Что, спица? Вы та мертвая медсестра из клиники Восфальда? Разве я выгляжу мертвой, а? Маленькое чудовище. Не могла бы ты взять номер? И сидишь в своей очереди в зале ожидания. Но, мисс, мне не нужна медицинская помощь. Я просто хочу найти своего котика. Возьми номер и жди, я сказала. Я не стану повторять. Ах ты, сучка красноглазая. Мы уже взяли. Так. Слушают, видят, моргают, как обезьянки прям. А лестница? Ооо. А, да я сюда пришла. Так, пациенты. Ооо, интересно, сколько мне еще ждать? Несколько часов? Может быть дней? Ха, я жду уже неделю. Сколько ждут остальные? Хм, я жду целый месяц. Но у меня номер два. Должна быть скоро моя очередь. А я жду три с половиной недели совершенно безнадежно. Простите, есть ли способ все ускорить? Да, стать доктором самому. Это бы все ускорило. И помогло бы всем. Тогда почему бы вам самим не стать докторами? Я не могу, потому что я болен. Я не могу, мой глаз ослеп. У меня сломан рук, понимаешь? Я не могу стать доктором. Мне должен быть пациентом. Я тоже не могу. Я потеряла способность пугать себя перед зеркалом. Ну, а я вообще не больна. Прошу, позвольте мне пройти перед вами, хорошо? Я не могу. Я даже не знаю, какая у меня болезнь. Вот почему я здесь. Так, френд, давай поможем им узнать, что у них за болезнь, и они нам в свое место уступят. Капец, а кто там так долго сидит? Если не ждут. А как вы можете не знать, что у вас болит-то? Это очень трудный вопрос. Сделай его мягче. Как я могу сделать вопрос мягче? Это очень странно. Эй, а ты пробовала вытащить свои глаза? Иногда помогает. Тебе? Жесть. Тьфу, хватит. С вами невозможно говорить разумно. Конечно, ты же не можешь нас понять. Ты не та, кто видит все. Ты знаешь настолько несколько минут. Этого времени недостаточно, чтобы все понять. Ммм, это так. Но было бы неплохо использовать некий здравый смысл. Что? Почему? Это что за здравый смысл может такого, что не может незаурядный? Так, плевать пока. Ну, он помогает лучше понимать друг друга. В любом случае, мы хорошо друг друга понимаем. Да, отлично понимаем. Мы уважаем различия. Кто видит все? Хмм, тогда кто видит все? Вы имеете в виду Мабуку? Нет, Мабука все знает. Это не то же самое, что видеть. А теперь я хочу подождать, потому что разговоры не сделают ожидания короче. Хмм, ладно, спасибо, Антон. С ними делов не будет. Должно быть это экран с номером. Да, пройдет вечность, чтобы туда попасть. Ох, ожидание было в севом начале, а теперь все стало скучно. Прождать. Часы, черепухи. Думаю, морок не отрастет снова, и скоро я буду зол за этого. Так, скоро его очередь. О, этого глаз сломаю. А если объединить? Нет. Отрицательно. А эти будут со мной разговаривать? Эй, детка, сейчас моя очередь, говори с медсестрой, понятно? Ого, если ты не подождешь и не оставишь нас в покое, я порыву тебя на куски и съел. Ах ты, сука. Фу, вы едите детей? Разве не знали, что мы дети неспелые? Эй, эй, оставь пациента в покое. Доктор, определи тяжесть твоего заболевания, не волнуйся. Ах ты. Давайте ее подрежем. Блин, нельзя. Уже взяла номер. Ай, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть делать. Может нож на ком-то из них использовать? Так не пойдет. Ребенок, кровь. Тьфу, не работает. Или здесь надо тупо ждать? Так, экран с номером. Нет. Ну, если нам дает возможность подняться наверх. Это не просыпается королева. Привет, кабанчик. Смерта черви. Ага. А ну. К ребенку сходим. Позвонить, кстати, можно. Это мы находили. Травовые глаза. Пока не понимаю. Так, надо еще раз их потыкать. Этого я, по-моему, нажимала. Точно. О, не нажимала. Можно ли поменяться с вами эталонами? У меня номер 7. Видишь экран? У меня номер 2. Скоро моя очередь. Может быть. Давайте этому дадим. Вау. У них у всех номер 2. Можно ли поменяться с вами эталонами? У меня номер 7. Нет. Я должен узнать, больно ли мне. Мне нужно узнать свою болезнь. Что, если я выясню, какая у вас болезнь? Вы бы отдали мне свой эталон? Конечно. Если я буду все еще здесь, когда ты вернешься. А как я должна узнать его болезнь? А как я должна узнать его болезнь? Давайте у нее спросим. Окей, сейчас это твоя очередь. Давайте на всех поклацаем. Можно ли поменяться с вами эталонами? У меня номер 7. Так. Эти просто отказываются. У всех номер 2. Можно только с этим. Надо узнать его болезнь. А как? Тут таких ушастых нет. А ты что? Бабка все одно и то же толучит. Хорошо. Может быть, сейчас можно пройти в дверь. А если ему пригрозить ножом? Не работает. Так, возвращаемся. Все-таки здесь что-то должно быть. Эти со мной никто не разговаривают. Здесь никого нет. Пацан ждет мыло. Тут что? Тут глаз. Всевидящее око. Извини, мне нужна твоя помощь. Конечно, нужна. Что я могу для тебя сделать? Ну вот. Можешь сказать, каким заболеванием страдает существо с номером 2? Он в зале ожидания ждет. Посмотрим. Ага, я вижу его. Насколько я понимаю, это вовсе не болезнь. Или это лишь головная боль, вызванная низким уровнем агонии. Ух ты, ему можно как-то помочь. Мне необходим его талон. Да, выплакай все слезы, что можешь в эту бутылку. Но не забывай, они должны быть вызваны неподдельной печалью. И это не составит затруднений. У меня довольно проблема в период жизни. Я думала, что все наладится, когда мы с котиком вернемся домой. Но сейчас все так запутано. Тетя Грайс полностью обезумела. Разговор с ней был ужасен. Я действительно доверяла ей. Я не знаю, что теперь делать. Мабука сказала, что я должна быть избрана для чего-то. Но она снова уснула, не отвечает на мои вопросы. Мне нужен мой котик, объятие мистера полночь. Самое большое утешение в моей жизни. Я хочу найти его, чтобы вы смогли вернуться по версту и быть счастливыми. Если бы он еще ее приобнял, а не просто собирал слезы. Прекрасная боль, такая глубокая. Бутылка полна слез. Отдай ее существу, который твой талон. Ступай. Время никого не ждет. Спасибо. Я пойду. До свидания. О, как все запутано. Так, с этими я не разговариваю все. Они мне больше не интересны. Держите. Выпейте это, и вам полегчает. Ой, пытаешься меня отравить? Ха-ха-ха. Как мило. Давай посмотрим. Он, то есть, не против, да? Ну, че? Ну? Куда смотреть? Че, игра зависла? Вы серьезно? Или это он так долго ждет, пока у него пашка перестанет болеть? Даже ничего не нажимается. Слышишь, ты ушатый. Ты Мишу игру сломал. Неужели зависла? Это мы все читали? Да, игра зависла. На вкус. На вкус это самый содержательный темный эликсир, который когда-либо пробовал. Дай мне еще, ищу. Нет, оставьте меня в покое. Вы обещали отдать свой талон, если я помогу. Ладно, ладно, держи. Йас. И спасибо. Твои слезы восхитительны на вкус. Все, вали, давай отсюда. Как я сделала. Тебя их развисло. О, куда идти? Так вам и надо. Поняли? Все, отдаем свой билетик. И валим, да? Здравствуй, пациент номер два. Мы сделали все возможное, чтобы спасти тебя. Тебя назначены? Не совсем. Вы сказали мне взять номер и ждать. Ну, прости, мы не помогаем больным людям без предварительной записи. Ну, я не больна. Я потеряла своего котика. Я просто хочу найти его. Потеряла котика? Не волнуйся. Это, естественно, реакция на твою болезнь. Хотя тебе повезло, многие вместо этого сходят с ума. Да не повезло. Ну, как мне попасть на прием? О, просто позвони мне. Вот моя визитка с номером телефона. Ты че, издеваешься? Ну, почему я должна вам звонить? Почему я не могу записаться сейчас? О, это было бы глупо, потому что теперь я жду твоего звонка. Ну, хорошо, я пойду и позвоню. Ах, стопечевка. Еще номер такой длинный. Мамбука спит, не помогает. Где там был телек? Тут. Да, мобила. Мобилайзер. Изучить. 01. Так, телефон всегда под боком. Делаем фотографию. 01. 221. А, ясно. Можно было не делать фотографию. 01. Сейчас опять что-то скажет. 276. 2, 7, 6. Ой, здравствуйте. Вы сказали мне позвонить, чтобы записаться на прием. Это Фрэнбол. Ага, я свободна сейчас. Нет, нет, нет. Да, у меня есть пара глаз. Правда, хорошо. Увидимся через минуту. Хорошо, отлично. Спасибо. Пока. Блин, это наши больницы. Приходишь, просто... Государственные, имею ввиду, больницы. Такая неразбериха. Карточку найти нельзя. Врача нет на месте. Приходишь, тебе какую-то хинею несут. Ну шо, старая? Еще номерок забрала. Здравствуй, пациент 2. У тебя назначено? Да, меня зовут Фрэнбол. И у меня назначено на сейчас. Сейчас гляну в архивах. Да, ты записана. Доктора, смотрите через минуту. Просто пройди в правую дверь. Хорошо, спасибо. Вот и нужно вот это делать все было. Ой-ой-ой. Это доктор? Прости, я тебя напугала. Ты довольно бледный. А, ты бледный. Фрэнбол стала внезапно демоном. Перепутала. Фу, да-да, какой ужас. Ты похожа на здорового человека. Ой, спасибо, наверное. А теперь, если не возражаешь, у меня назначен прием. Ну вообще-то я не возражаю, потому что это не мое дело. Вот и вали отсюда. Все. Ой, а это не доктор. Ты еще не решила покончить с собой? Разве с тебя не хватит с этой боли? Ты Рэмор, не так ли? У меня не было возможности представиться должным образом. К сожалению, у меня нельзя видеть третьей реальности продолжительное время. Я Рэмор. Чудкая чернота. Принц Тьмы. Я знаю, кто ты. Не делай вид, будто ничего не произошло. Ты убил моих родителей? Где мой кот? И что ты сделал с доктором Дирном? Я наслаждаюсь страданиями, что текут из твоих глаз. И я питаюсь ими. Ты. Проявление моих желаний. Я могу использовать тебя для всего, чего захочу. В смысле, Френ? Нам нельзя больше плакать. И нельзя его бояться, и все, он сдохнет. Ты под моей властью. Это неправда. Больше нет. Я больше не позволю себя обманывать. Скажи мне, почему ты убил моих родителей? Почему? Ты полагаешь, что это я сделал такую ужасную вещь? Я видела тебя за окном в ту ночь. Должно быть, это ты сделал. Ты слишком доверяешь своим глазам. Разве ты не знала, что людские рецепторы слабы? Твое тело хрупко, и его легко повредить. А кто убил родителей? А, он, наверное, вселился в нее и убил их. Нет, не может быть. Прекрати. Фу, какая жуть. Я этого не делала. Нет, это была не я. Прекрати, пожалуйста. Он же сказал, что питается твоими слезами, Френ. Кто это сделал, моя дорогая? Кто убил твоих родителей? Глупая маленькая тварь должна помучаться и умереть, прежде чем стать звездой. Сам ты тварь. Френ, не верь. Он питается твоими страданиями. Он сделает все, чтобы ты поверила в этот ужас. Я не убивала своих родителей. Я не убивала. Этот монстр хочет меня обмануть. Я знаю. Здесь все вокруг сумасшедшее. Я должна найти котика и уйти. Баллон с водой. Мозги. Да уж, сходили к врачу. О нет, надо спасти его. Кот, доктор. Котик мой милый, я рядом, ты в порядке? Котик, ответь мне, что с тобой? Мяу-мяу. Почему ты не говоришь со мной, мистер Полноч? Пожалуйста, не поступай со мной так. Ага, все, она теперь перестала с ним поговорить и понимать. Так, это не смешно, мистер Полноч. Поговори со мной. Это все из-за места, правда? Ты должен выбраться отсюда, чтобы поговорить со мной. Я отнесу тебя в версту, мой дорогой. Полонт, раз нам поможет. Я обещаю, ничто нас больше не разлучит. То надо было оттуда не уходить. О, котики, скоро вернусь. Я должна помочь Дирну, хорошо? Так, это что такое? Шприц в нем красная жидкость. Что там может быть? Вы в порядке, сэр? Сэр, очнитесь, пожалуйста, очнитесь. Доктор Дирн, вы живы, сэр? Блин, что нельзя, чтобы разбудить его? Наверное, вколоть вот это вот. Может, это его разбудит? Она так захихикала злобно. А, проклятие! Что это было? Не волнуйтесь, доктор Дирн, это я, Фрэн. А, что? Я не очень хорошо вижу. Фрэн Боусер из клиники Освальда. Вы были на кладбище, помните? Фрэн, что произошло? Почему привязан к стулу? Что ты сделала? Я пытаюсь вам помочь, сэр. Большой монстр притащил вас сюда. Мы должны идти. Фрэн, хватит монстры. Я не в состоянии играть в игры. Хорошо, это был вовсе не монстр. Просто позвольте мне вам помочь. Ах ты, сучка! Ты что, ему прислуживаешь? Ее тетя! Что она здесь делает? Я думала, ты ее приковала. Ну, это не так. Я говорила, что ее трудно усмирить. Мне избавиться от нее. Избавиться от меня, тетя Грейс. Почему ты так говоришь? Кто это старик? Какая прелесть. Ты говоришь прямо, как твоя мама, когда ты была маленькой. Моя мама, вы ее знали, кто вы? Я доктор Освальд Каррисон. Я все о тебе знаю, Фрэн. Освальд из клиники Освальда? Да, Фрэн, тот старый старик. Откуда вы знаете мою маму и тетю? Много лет назад я изучал потрясающую сложность братьев и сестер-близнецов. Люсия и Грейс были частью моего исследования. Обе помогали мне найти ключ к успеху. Ключ? Вы знали, что мои мама с папой были убиты? Конечно, Рэмор очень помог нам. Мы были нужны ему так же, как он был нужен мне. Его сила манипуляции необычайна. Но я не понимаю, почему ты так спокойно к этому относишься. В конце концов, это ты держала нож. Я неспокойна, сэр. Кто такой Рэмор? Почему он уходится за мной? Скажите. Рэмор, проявление твоей слабости. Ослепленное и мощное проявление твоих страхов. Но почему монстр убил моих родителей? Потому что твои родители вмешивались в мою работу. На самом деле я оказал тебе услугу. Ты страдала. А боль связана с ростом и силой, Фрэн. Освальд, пожалуйста, давайте сделаем то, что нужно. Тетя Грейс, не будьте такой злой. Мы же семья. Да, отпустите нас. Мы с котиком сможем найти себе место. Не побеспокую вас. Прошу, отпустите нас. Да, ты права, Фрэн. Мне жаль, что я была так жестока к тебе. Пойдем. Фрэн, не верь. Не верь ей. Она же бечевка. Она разрешила вот этому придурку убить твою маму с папой. Нет, не этого хотела. А это что? Это можно трогать? Ой, он хоть не умер. А можно уйти? Нет. Фрэн, дорогая, послушай меня. Ты должна знать, доктор Освальд желает тебе только самого лучшего. Да, конечно. Когда Люсия была беременна тобой, он знал, что ты будешь особенно девочкой. Он велел нам позаботиться о тебе, но твоя мама нас предала. Какие вы все гнидочи, ну как так можно? Она хотела спрятать тебя от нас. Она думала, что мы хотим тебя убить, но это не так. Освальд действительно желает тебе самого лучшего. Но для этого ты должна позволить ему провести на себе небольшой эксперимент. Тогда все будет хорошо? Конечно, но нам нужно позаботиться еще о кое-чем. Маленький предатель должен сгинуть. А за что? Нет. Ну за что, кота? Фрэн, у тебя есть нож, парни ее. Ну же, Фрэн, прекрати ныть. Кот мертв. Но он был моим другом. Ты убила моего лучшего друга. Ты также помогла убить моих родителей, не так ли? Помогла? Как ты можешь с этим жить? Я ненавижу тебя. Прекрати Фрэн. На помощь помогите. Прошу. Ты убьешь тетку? А этому, наверное, так и надо. Не смей трогать Грейс, маленькое чудовище. Че, бля, происходит? Че, бля, происходит? Вы че, любовники? Боже, она совершенно обезумела. Принеси ее ко мне, я проведу эксперимент, пока она еще теплая. Мне нужно немедленно извлечь мозг. Фу-у-у-у, какое предательство. А этот как выбрался? Фрэн, ты в порядке, что вы с ней сделали? Она пыталась у меня убить. Вы были правы насчет Фрэн? Доктор Дирна довольно больна. Но у нее идет кровь, позвольте мне позаботиться о ней. Нет, ты этого не сделаешь, она моя. Я много лет встал за моментом. Искал правильного ребенка, правильный мозг. Теперь, когда она у меня, ничто ее не остановит. Ох, ебать. Разнеси. Разнеси всех. Его не трогай, он норм, чел. Вот так вот. И кота, кота, котлован. Ох, Фрэн, все будет хорошо. Кто, кто вы? Я, Итвард, о таком рассказывают многие дети. Но вы не человек. Эк, добро, эк, добро, ты баллон тросмонак... Монакайз. О, все появились. Горстка, Итвард. Я нашел его. Боже мой, это дети от девочки. Оставьте ее в покое. Еее, котлован. Крошку Фрэн нужно излечить. Думаешь, мы сможем использовать то же тело? Да, но она еще не совсем ушла. Сейчас. Давай. О, мать-мабука, ты забрала невинность ребенка. Фрэн, теперь мертвая и жива. Очнись с темноте, Фрэн, и ты сможешь пройти к свету. Блях, а это все по-настоящему происходит или чего? Я ничего не понимаю. Как и доктор дернул. В ахере просто. Итвард, а че ты улыбаешься? Все, заживет? Ты жива? Ай, что произошло? О, Итвард, Балонтрас? Мое сердце болит. Мистер Полноч, как? Ты жив, мой котик? Я так по тебе скучала, прошу, скажи что-нибудь. Фрэн, мы должны идти. Идти, хорошо. Доктор Дирн, смотрите, это Итвард и Балонтрас. Я рассказывала вам о них, помните? Я говорила, что они настоящие, видите? Теперь вы мне верите? Так она перед этим ему... Колола. Или не вколола все-таки, она просто... Что с ним? Блях, амуха. Он не слышит тебя. Думаю, сейчас он по власти мабуки. Нам нужно уходить немедленно. Ну, он может пойти с нами? Прошу, он был очень добр ко мне. Он очень хотел помочь и защитить меня. Мы не можем взять его с собой, прости. Но мы можем заставить его поверить, что это был лишь сон. Он проснется и подумает, что ничего не произошло. Но он не вспомнит тебя, Фрэн. Понимаю, что ж... Думаю, ничего страшного, пока он в безопасности. Это очень мило. Наконец ты видишь дальше собственных желаний. Ты обрела единение? Твои родители гордились бы тобой. Вы действительно так думаете? Ак, спасибо, Полуантрас. Канавка лула в него или нет? А теперь давай отправим Доктора Дирна домой. Прощайте, Доктор Дирн. Пойдем, Фрэн. Ты должна еще столько увидите узнать. Звучит весело. Пойдем, котик. Потому что он, жидкость, по-моему, осталась в этом шприце. Я все еще много не знаю. Но одно я знаю точно. Между чувством вины и страхом. Я выбираю счастье. Так, мы летим, значит, куда-то. А куда? Не Боляндию. Получено достижение Диэн. Будет какая-то сцена после титров. Нет. Я не поняла ничего. Может быть, все-таки ее действительно застрелили? Она умерла, и у нее просто как... Дальше фантазия начала играть. Душа полетела куда-то дальше путешествовать. И над ней все-таки провели эксперимент. Ну, я не понимаю. Доктор Дирн, почему он увидел их? Скорее всего, все-таки ему вот этот дуатин вкололи. Но у него тоже пошли галлюцинации. А Френ раз над ней сделали эксперименты уже с детства. Мама ее в этом участвовала. Сестра мамына. Скорее всего, у нее уже были тогда галюны. Они ее выводили на эмоции негативные и все остальное. Она, наверное, своих же родителей замочила все-таки. И пройдя вот это вот все, выпивая постоянно лекарства, потому что под конец его уже не было, она все равно все видела. Она полностью сошла с ума, ее мозг переключился, и дед ее все зафигачил. Выстрелил и забрал мозг. Так. Блин, я не думала, что игра так быстро закончится. Я думала, дольше будет, блин. Как будто не хватает сюжета какого-то, объяснения. Так, блин, жаль, конечно. Расставаться с Френ, с ее котиком Мистером Полночь. Ну, вот такая вот история. Если есть у вас какие-то мысли, пишите, потому что у меня их тысяча и одна мысль. Я не знаю, какая правильная. Ну, а пока на этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.